Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс, и мы в игре Dark Day. Очень крутая игру, я несколько роликов по ней снимал. Это точь-точь тот же Last Day North Survival, только от третьего лица. Так, первое задание, которое у нас тут есть, это разобрать завалы. Ну, естественно, мы этим займемся и получим какие-то бонусы. В игре вообще масса бонусов. Во-первых, построить стены, забираем монеты, и это, наверное, единственная в своем роде игра, в которую можно получать вообще монеты в процессе игры. Также мы можем вот такой вот ящик открыть, и получив просмотр видоса, мы получаем также доступ к каким-то ресурсам. Не знаю, мне пока выпадала там хвость, и вот запеченное мясо. Ну, не сильно вкусно, как говорится, вкусно, но не особо вкусно. Давайте попробуем еще один разок крутануть. И еще один блок рекламы, и еще один, конечно же, ящик. Или бесплатно, да ладно. Хоть бы какую-то броньку дали. Не буду больше смотреть. Из трех раз я получил запеченное мясо, гвоздь и бутылка с водой. Уголь получил совсем другой. Бесплатные коробки, она вот здесь в припасах. Тоже можно, как бы, бесплатные кусочки. Но вы видите, что тут все за слитки, и можно некоторые вещи просто вот купить за слиточки. Если каких-то не хватает. Ну, остальное, естественно, за бабки, за реальные. Но я думаю, что пока что давайте попробуем немного повыживать в этой игруле. И заценить, что здесь еще. Улучшили вот такой вот способ увеличения тоже ящиков. И давайте, наверное, отправимся на какую-то локацию. Вооружившись самым крутым. Это дубина какая-то. Вау, крутая, как он подсекает ей. Ну, естественно, наверное, поставим в другой слот. Глок, причем револьвер. Причем этот револьвер дается вам сразу, как только вы заходите на базу. Ну, нельзя не заметить то, что вот в этом мужике этот револьверчик лежал. Вот оно. Ну, и то, что здесь есть сразу же чоппер. Можно складывать машину, хаммер, вертолет. И даже есть здесь машина боевая вот такая вот. Голиаф. И я думаю, что собери камень. Вообще-то мне задание-то камень собрать. Почему бы не сделать именно это? И, кстати, давайте немножечко под задание. Олень попался. Или это овца? Овца попалась под удар. И, кстати, если вы очень вблизи подходите к вашему противнику, он автоматически начинает бить. И не обязательно нажимать именно бить. Просто вот смотрите, я к овце сейчас подойду, и он ее ударил. То есть нужно просто... Ух ты, как оно. Как ее, конечно, крутануло. Я думаю, что это все нам понадобится. Может быть, не сейчас, но потом. Но самое главное, что мы получаем какие-то крутые бонусы. И теперь что там у нас по заданию, даже и не знаю. Во-первых, слетел аккаунт. Не знаю почему после обновления. Может быть, не привязан. Но это... Так. Сапирис. Да я с... Овца ты что, сама убилась? Овца сама убилась, ребят. Я не знаю, что это было. Так. Взять все. И у нас, ребят, должно быть сейчас выполненное задание. Так. Камень. И еще один камень. Сделайте топор. Топорчик, естественно. Дальше мой предмет создан, находится в инвентаре. И теперь нам нужно что? Так. Древесины собраны. Нужно 9 древесины. Ох ты что, как он лупит. И я так понимаю, что... Три, так же, как и в Ласдейке. У нас три древесинки за срубку одного дерева. Так же. И поехали, поехали. Нам нужно 9. Логически подумать, что... Буквально через несколько секунд построить три стены. Неплохо. Ну что, строим стены. Стены, в принципе, строятся так же, как и в Ласдейке. Я думаю, что особо уделять этому внимания тоже не нужно. И... Все. Ха-ха. Ну что, видела? Я не знаю, что завершить диалог. Не особо. Не особо мне это нравится. Но, тем не менее, у нас тут почта прилетела. Ого! Ого! Сколько наград-то крутых. Очень. Самопал нам дали. Сет брони. Почему бы не одеться? Я думаю, что одеться было бы неплохо. Недостаточно свободного места. И как, кстати, я одет. Только кипаса не хватает. Вот такой вот крутой я. И выгляжу очень круто. Давайте попробуем. Естественно, попробуем выложить все в ящик. И отправиться уже воевать. Ведь прям не терпится посмотреть, как он воюет. Монтировка точно знаю. Берем с собой. Мясо. Я думаю, что мы потом как-то на сушилке. Может быть, даже прямо сейчас. Мы попробуем его приготовить. Оно нам в будущем понадобится очень сильно. Итак, не хватает кукурузу. Так зачем мне кукурузу? Я хочу мясо готовить. Улучшить. То есть, даже для костра, но нормально создать. Улучшить станок до второго уровня. Тут только кукуруза готовится на этом. Я не представляю. Огонь. Нужно второго уровня, чтобы готовить мясо. Ну ладно, мясо пускай пока подождет. Поехали в опасные локации. Хотя, интересно было бы также вещмешок собрать. Веревки и растительное волокно. Я думаю, что за этим мы и отправимся в глобальную локацию. Особо, естественно, я не буду выеживаться в опушку леса и покинутые предгория. Поэтому в опушечку леса сразу залетаем. Здесь есть доступ, конечно, к оружию. Я думаю, что сейчас, как никогда раньше, мне нужен огнестрел. Поэтому я отправляюсь в опушку леса. Во-первых, давайте сразу посмотрим, что у нас тут по заданиям. Задание выполняется понемногу, помаленьку. Нести урон огнестрелом. Забрать сразу там несколько золотых слитков. Ну, а пока что забираем то, что нам дается. Залетаем в опушку леса. И, естественно, именно здесь Ласт Дэй от третьего лица. Игруля покажет нам, что же мы можем. Что же мы можем немножечко здесь поделать. Итак, Дарк Дэй. Понятно, что рекламка вылетает. И вы помните, что как только мы приближаемся к зомби, наш персонаж начинает сам долбить. Вот так вот. И даже, если честно, держать на голове, то будет вылетать там какой-то сверх урон. В голову. На! Ничего с этого зомби не выпало. А вот здесь, смотрите, как только наводим на нашего. Бам! В голову. Отлично просто потому, что именно в голову нужно и стрелять. Если в тело, то с одного удара не убивает. А в голову стреляя, экономия просто бешеная имеешь. Кстати, показывается, что там. Чтобы не проверять, нужно вот так вот наводиться и все лутать. Вы помните, что нам нужно растить на волокно. И, кстати, части к чопперу. Нам нужно части к чопперу. Кстати, чоппер очень прикольно выглядит. И интересно было его лутать. Монтировка только нужна для того, чтобы лутать это все дело. Но у нас она была с собой. Вау! Пол, если честно, мне тут кажется, что я пол чоппера нашел сходу. И то, что здесь вот так вот все легко собирается. Я даже не знаю. Парцевое нужно для создания вещей. Каждому нужно окна, стекла. Может, ну, блин, ладно. Мы будем без стекла. Мы будем просто таким вот пацаном, который тестит свое оружие. Наводимся на голову. Бам! Прямо в голову. Сразу в вейстрел пошел. И, кстати, я вот это все харчу. Например, как минимум бабы я съем. А вот эти веревки нам нужно теперь растить на волокно. И я смогу себя чувствовать более-менее хорош. Ох ты, кто такой? Это бегун, да? Кстати, перезарядка здесь имеется. Не так, как в ластдеке. Все-таки... Ну, вообще, на ловщице стрелять в голову, это четко прям вылетает все. Взять все. Я не знаю, куда она складывается. Но, тем не менее, все складывается. Это пока что хорошо. Даже сам имея... Ага, ну, в инвентарь складывается. Очень удобно то, что в карманы тоже все ложится. Так, кстати, что здесь? Это банка пустая. Но я точно знаю, что ей места здесь нет. Так, растительное волокно. Это ты? А мне нет свободного места. Я точно знаю, что свободное место... Что это такое? Какое-то машинное масло. Я его выброшу. Как его вообще выбросить? Ага. Просто нажав, немного удержав. Вы его удалить можете. Растительное волокно на автоатаке. Что он будет делать? Давайте посмотрим. Автоатака. Растительное волокно ищет. То есть, тот же способ, который работает в Last Day, у нас работает и тут. Поэтому просто нажимаешь авто в подбор, и он собирает... Ого! Ого! Он даже на авто атакует, ребят. Прикольно, прикольно. Опа-опа. Опа-опа. Это вообще четко прям. Кстати, ящики. Вы видите, какие крутые ящики? Я так понимаю, что в этих ящиках должно быть что-то ценное. И может быть даже наш глок. Вау! Прям сыпанул так сыпанул. А здесь ряс насыпет. Я думаю, что... Давайте немного растительного соберем. Для того, чтобы уже... Блин. На первом левеле сколько всего... Расстроиться нужно и все такое. Поэтому давайте все-таки крафтанем наш рюкзачок. По-моему, не сюда я зашел. Это почта, а вот крафт. Так, простой рюкзак. Мне достаточно ресурсов, что ли. Ну, вообще-то, у меня даже появились новые ячейки. Я думаю, что это что здесь есть. Все мне понравилось. Кукуруза, клей, взять. Все, ребят. Даже бинт, шапунин. Короче, нормально, нереально. Клей, не знаю, нужен ли и не нужен. Но, тем не менее, мне вот... Вот так вот. Я думаю, что взять будет неплохо. Водички захотел наш тригладитик. И я думаю, что ящик прям на карте, на миникарте. Если вы увидите... Один раз не попал. Ну-ка. Бам! В щи прям. Прям в щи попал. Я думаю, что сейчас можно, конечно, веревки не брать. Можно уделить чему-то другому внимание. Но, бам! Так кто-то согрелся. Хорошечно. Прям интересненько. И смотрим, что у нас здесь в ящике лежит. Есть ли глок? Взять все. Какой-то супец. Прям я не знаю, как можно было есть суп с какого-то неизвестного ранее нам ящика. Но, тем не менее, у нас пацан такой нормальный и жрет все подряд. По-моему, здесь больше... Так что ж ты стреляешь-то во все? Так, у нас здесь есть часть к Голиафу. Ну, если честно, у меня-то и места нет внутри. И растительного волокна разве что насобирать. Или просто... Опа! Смотрите, смотрите. Да тут что ты такой бешеный? Ты прочь... Нашего глока тратишь? Или это не глок? Короче, на автоатаку, как только нажал, сразу там полетели патроны. Куда? Во что? Не знаю. Самое главное, что я думаю, что можно вот так вот просто перезаходить в эту локацию. Искать ящики. И этим мы устроим прям жесткий фарм. Если вам понравилась эта игра, обязательно, ребята, не забудьте поставить свой лайк. Потому что от количества лайков зависит скорость выхода видео. Если мы наберем хорошее количество лайков, пока не определено, наверное, давайте 100 лайков наберем. И сразу следующий видос. Я думаю, что за каждый лайк вам отдельное спасибо. 100 лайков и сразу следующий видосик. Короче, куча всего. О, можно позабирать. Очень круто. Там древесина и все такое. Забирать, забирать, забирать. И золото добавляется. Если честно, раньше была тут возможность купить рюкзак. Я прям вот бредил, играл, играл. Хотел забрать себе. Сейчас я вам покажу, по-моему, вот здесь. И припасы, ресурсы, рюкзаки. Вот. Вот этот можно было раньше купить, ребят. Уместительность 15. Там, по-моему, за золото. Но потом его сделали за бабки. И я прям вот сразу как-то мне отбил от этой игры. Они сделали за реальные деньги. Ну, это печально. Но, я думаю, не навсегда. Поехал я пробовать еще что-то здесь. Выкиду все вещички. Кстати, на почту тоже нужно заглядывать. Потому что это все, вот это все, это на почте у меня лежит. Прям вот только начал играть. И уже все на почте лежит. Прям какие-то задания поуполнил. И все отлично у меня слаживается, складывается. Ну, что, ребят. Всем пока. Всем удачи. Не забываем про лайки, комментарии. И обязательно подписку. Мы поехали. Еще больше новых игр. И, естественно, еще больше крутых видосов. Субтитры сделал DimaTorzok